Дрифт-трека «Ракета» Артём Рейсбих и Иван Никулин. Здравствуйте! Привет! Добрый день! Итак, что вообще такое дрифт? Начнём с самого простого. Ну, дрифт – это когда машина находится в управляемом заносе. То есть у автомобилей в дрифте всегда ведущая ось задняя. Соответственно, когда машина движется боком, и это является управляемым заносом, что является дисциплиной дрифта. А вообще, как появилась идея создания дрифт-трека? Ну, она вообще очень давно появилась у нас. Я занимался раньше дрифтом. Потом Тёмыч подключился. Тоже ему понравилась эта дисциплина. И как-то вот эта идея, она, так скажем, когда ты занимаешься дрифтом, надо где-то тренироваться. Какая-то площадка нужна. И она сразу появляется, как только ты начинаешь заниматься. Ты хочешь играть в футбол, тебе нужен стадион. Так же и здесь. Если ты гонщик, тебе нужен гоночный трек. И, в принципе, это для региона очень такая штука полезная, потому что аварийность на дороге снижается. Люди учатся ездить правильно, да, там, не подрезать никого, там, как-то. Ну, в общем, учатся пилотировать автомобиль правильно, да, и такая штука очень хорошая, которая позволит, так скажем, не только спортсменам вырасти именно в своих навыках, а и простым людям дать определённую, так скажем, способность. Почему раньше не получалось сделать трек, и, наконец-то, это удалось, Артём? Да, на самом деле, ну, ты правильно сказал раньше. Эти разговоры, они длились долго, где-то, наверное, порядка 10 лет. Я видел разные проекты, но я не знаю, в каждой истории, наверное, есть какая-то своя причина. Но что в отличительные черты является успешным результатом у нас, это то, что мы просто никого не ждали, встали, пошли и сделали. Этот трек построен на собственные средства, мы объединились с ребятами. Помимо вот нас двоих, кто здесь присутствует, есть ещё Александр Кудинов, который точно так же участвует в этой истории. То есть мы просто граждане, которым просто хочется больше, чем другим. Вот и всё. Я думаю, в остальных историях там преобладало какое-то ожидание помощи от государства и так далее. Конечно же, мы понимаем, что нужно сделать первый шаг, и мы его сделали. Всё началось 11 сентября прошлого года. Тогда мы копнули первый ковш, и впервые заговорили об этом открыто. Вот по большому счёту сегодня у нас... Какое число? Сегодня у нас? Десятое, наверное. Десятое. Ровно год назад. Ровно год назад, да. Ну за год построить трек — это быстро. Ну, по большому счёту, да. Как так получилось, что другие строят там десятилетиями иногда, а у вас так быстро вышло? Ну, нужно учитывать объём. Всё равно этот трек, он не супербольшой. То есть там 728 метров длина и площадь 7126 квадратов. То есть это то, что именно асфальтное полотно. Но на самом деле эта стройка не закончена. Там, помимо этого, нужно ещё заняться инфраструктурой, сделать зону пребывания, там, хот-пита. Паддак нужно сделать полноценный, чтобы можно было действительно приглашать пилотов со всей Сибири, России и устраивать там соревнования. Кстати, в теории вообще какие там могут быть автоспортивные дисциплины? Ну, какие планируете? Там есть дрифт, в принципе, трасса проектировалась в основном под дрифт и картинг. Это два таких основных кита, которые там могут проводить соревнования разных уровней. Можно ехать тайм-атак, это гонка на время. Можно ехать на, есть такие мотоциклы, мотарды на шоссейных шинах. Можно на них там покататься. Ну, то есть, на самом деле, конфигурация очень разнообразная. Можно её использовать под разные задачи. Но в основном это дрифт и картинг. Но картинг, пока что, я так понимаю, пока что ещё нет. Нет, почему? Мы катались уже на картингах. Там у нас уже были тренировки. Приезжали картингисты. Мы уже тестировали разные конфигурации. Вот сейчас объединились там ребята барнаульские. Пришли с метёлками, с лопатами. Говорят, мы готовы помогать. И там в ряд волонтёров вписались и помогают нам постоянно. На самом деле, хочу подчеркнуть и поблагодарить вообще жителей Барнаула, которые участвуют во всей этой истории. Их очень много. Вот буквально вчера у нас есть общий чат. Я буквально просто пишу одно сообщение. Ребят, нужны волонтёры, нужна помощь. Потому что на следующий день приезжает 12 человек в грязных вещах с рабочими перчатками. Говорят, что делать? Давай лопату, мы сейчас будем работать. И такое происходит просто по первому звонку или сообщению. За это я действительно очень горд. Это такой социальный проект, который мы строим вместе с барнаульцами. Поэтому это сильно вдохновляет на самом деле. Ещё, кстати, стоит добавить по поводу планов. На гоночном треке мы планируем организовать три школы. Это школа картинга, куда, как Ваня сказал, могут прийти дети, позаниматься, то есть на секцию, поучаствовать в соревнованиях и так далее. Также хотим организовать школу контраварийного вождения, куда люди могут приехать, подтянуть свои водительские мастерства. И третье – это школа дрифта. Это для тех ребят, которые хотят свой путь начать правильно. К счастью, у нас этот опыт есть. Мы планируем закупить машины дрифтовые для того, чтобы ребята могли приехать, тренироваться, кататься, развиваться. И у них был путь намного проще. Не такой, как у нас, когда ты строишь машину и даже не понимаешь, а где ты на ней будешь гонять. Поэтому теперь, к счастью, у них такая возможность есть. Я слышал, что при создании трека даже использовался автосимулятор. Это правда? И для чего? Да, это Тёмыч расскажет. Он и ездил на этом симуляторе, и тестировал трек. Можно спроектировать в гоночном симуляторе абсолютно полноразмерную 3D-модель, в которой можно покататься на машине любой мощности и понять конфигурацию, работает она или нет, едет машина или нет. То есть невозможно, сидя за столом с листком и ручкой, нарисовать конфигурацию, потому что ты не понимаешь, поворот – это дуга большая или маленькая, разгон большой или маленький, ты в масштабе, очень трудно это оценить. Но когда ты находишься в гоночном симуляторе, в данном случае это каркас, руль, скорости переключения, ручник, мониторы, либо VR-очки. Вот в VR-очках ты можешь абсолютно взять, в любую точку оказаться, посмотреть повороты, изгибы, перепады, рельефты, ну как бы ты всё это можешь делать. И таким образом мы за полтора месяца спроектировали вот эту трассу. Она у нас есть в готовом виде, то есть любой человек, у которого есть симулятор, может сесть, загрузить эту трассу и по ней покататься. И причём там будет вариант уже готового, итогового гоночного трека, где есть картодром 1200 метров, где есть трасса под ралли-кросс, которая точно так же там заложена. Кстати, это очень тоже интересная дисциплина, на которую мы делаем ставку в будущем, потому что очень жизнеспособная история. Для этого не нужна какая-то там супердорогая машина, подойдёт какой-нибудь автоваз на заднем или переднем приводе, на котором можно выступать в соревнованиях. Но для этого, опять же говорю, нужно развиваться. Это есть в наших целях, в наших желаниях, в наших амбициях. И вот мы хотим это делать. Я знаю, что уже проходили как бы зимние соревнования на треке. Вот насколько они были успешными? Как считаешь, Ваня? На самом деле вот на зимних соревнованиях у нас приходило там порядка тысячи человек могло приходить. Это же зимой. Вообще у нас, давайте про зрителей поговорим, Барнаул такой очень, как сказать правильно, очень голодный для таких мероприятий. Да, у нас куда можно сходить это? На футбол и на хоккей, да? Или на Филиппа Киркорова, который раз в год приезжает. Ну так и есть на самом деле, допустим. И когда какие-то гонки проводятся у нас, особенно это самые, так скажем, гонки такие, которые можно смотреть с огромной радостью, да, и просто такие, что это происходит такое, когда там куча дыма, да, и машины боком валят. У нас на самом деле от Магнитогорска, вот первый гоночный трек, там вот на Урале, до Красноярска, это три тысячи километров. Вот на протяжении трех тысяч километров, а это треть России, это вокруг нас, грубо говоря, нету гоночного трека. Наш Барнаул, и вот три тысячи вокруг, грубо говоря, нету гоночных треков. Представляете, вот, грубо говоря, сколько людей здесь может заниматься автоспортом, потому что мы сейчас уже получаем вот эти соревнования, которые будут проходить 14-го числа, дрифт. Мы сейчас получаем много уже звонков и обратной связи с других регионов, с гонщиков, которые, Омск, допустим, которые хотят приехать поучаствовать, Красноярск, у них есть своя, новосибирские ребята, у них гоночного трека нету, а они все хотят к нам ехать. То есть вот этот чемпионат, это вообще проводят новосибирские ребята отчасти, да, и половина гонщиков вообще с Новосибирска, да, у них нету гоночного трека. Также там Сургут, Нефтьюганск, Нижневартовск, все эти ребята, они тоже хотят к нам приезжать, тренироваться и оставлять свои машины на треке. Поэтому мы такую штуку как бы начали делать, которая, так скажем, не только нашим регионам ограничится, а даст толчок ближайшим вот этим всем частям, так скажем, нашей страны, да, там в разрезе 3000 километров развиваться в плане автоспорта. Ну и о грядущих соревнованиях, то есть когда они будут, все-таки назовем место, ну и чего ждать? Да, 14 сентября в городе Барнауле на трассе Павловск, не доезжая до Павловска 3 километра, пройдут впервые вообще соревнования по летнему дрифту. Это финальный этап Кубка Дрифт Лето. Это по сути Кубок Сибири, на котором соберутся пилоты. Москва, Нарсибирск, Томск, Комск, Кемерово, Биск. В общем, порядка 30 пилотов будет, будет сильная такая гонка на самом деле. Также будет выставка самолетов, авиашоу. То есть мероприятие наполнено интересностью, и поэтому я считаю, что каждому Барнаулец нужно обязательно там поприсутствовать. Поэтому мы тебя ждем. Приходи 14 сентября в 14.00. Вход у нас по билетам, но сумма на самом деле такая символическая. 500 рублей билет. Это вполне как бы приемлемо. Поэтому мы вас ждем. Приезжайте. Для тех, кто все-таки не сможет прийти, трансляция будет? Нет, к сожалению, трансляции не будет. Опять же, по причине того, что мы все средства направляем в русло развития этого трека. Поэтому трансляцию, конечно, хочется. Но мы понимаем, что мы лучше что-то сделаем на треке, чем как бы эту историю. А вот для простых жителей, у которых нету прям крутых автомобилей, но кто просто хочет погонять по кольцу, они когда смогут это сделать? Это можно будет сделать в следующем году. И да, у нас есть в планах сделать свободные тренировочные сессии для граждан Барнаула. Но это при поддержке государства мы планируем сделать. Вообще такой кейс на самом деле есть в Красноярске. Расскажу небольшую вставочку. У них в городе было какое-то время, там 2005 или 2010 года, у них произошел очень большой наплыв аварийности в городе. И администрация города, я на самом деле восхищаюсь этим решением, они договорились с Красным кольцом, это гоночный трек в Красноярске, и выделили определенные сессии, определенный трек дни, для того, чтобы любой гражданин мог приехать покататься на чем угодно. Вот на газели он ехал мимо, и такой, хочу выпустить своего дьявола на газели. Вот он на газели заезжает и по Красному кольцу там газует, и с него никто денег не берет. Пусть он лучше там все как бы из себя выпустит, чем он будет делать это в городе. Поэтому такие истории тоже есть, мы бы тоже хотели в этом участвовать. Но на самом деле все это для нас, сейчас как полотно для творчества. Я очень люблю сейчас так говорить, потому что придумать можно очень многое, и пользы можно много городу дать, и это здорово. Трек малоизвестный, поэтому как его можно вот найти? Есть у нас Павловский тракт, нужно выехать из города по Павловскому тракту и ехать в сторону Павловска. Не доезжая до него, там буквально 3 километра, слева вы увидите озеро Сенниково, и после этого озера сразу будет стела авиапарк Стрижи. Стоит отметить, что гоночный трек находится на одной территории с аэродромом, поэтому гонки, самолеты – это всегда будет одно. После этой стрелы вы поворачиваете на щебеночную дорогу и едете прямо до Шлагбаума. На соревнованиях перед Шлагбаумом будет организована парковка, и, собственно, вы на месте. Ну, то есть, если забить в поисковике, то трижи... Да, нет, на самом деле мы ездим в Дубльгисе, можно зайти в Дубльгис и вести гоночный трек «Ракета», он появится, проложить маршрут. Да, нужно просто Дубльгис скачать, и все, и ввести ракета, и туда поехать. Угу. Все. Понял. Ну, на этом, к сожалению, наше время подошло к концу. Ну, а я напомню, то, что о новом гоночном треке и о грядущих соревнованиях мы сегодня беседовали с пилотами российской дрифт-серии Артемом Рейсбихом и Иваном Никулиным. До встречи в эфире.